Августовский путь Естественно, что те события стали, можно сказать, кульминацией вот того Горбачевского курса на перестройку, который в итоге вел разрушение страны, что и произошло в 1921 году. Но, с другой стороны, и оппоненты Горбачева, они показали свою волну и никчемность. Я события не помню, потому что я тогда еще в Ленинграде наблюдал все эти события. Реально поддержки у ГКЧП не было. Эти люди совершенно не вдохновили, а всех нас, кто в этом участвовал, можно сказать, нынешним шаргоном развили и кинули. Просто использовали как массовку для разрушения страны. Противники ГКЧП говорят о нелегитимности действий комитета, а сторонники, наоборот, говорят о нелегитимности действий Ельцина в то время. Так кто же прав? Дело в том, что во время таких событий вообще говорить о нелегитимности, ну это неправильно. Потому что, когда происходит революция, там, в общем-то, нелегитимность определяется правом сильного. Когда им оказывается сила, то ты легитимный. Поскольку у ГКЧП сил не было, то они проиграли. Дело в том, что само по себе разрушение нашей страны стало возможным именно из-за врождение предательства элиты. Потому что наряду с откровенными предателями, как, например, этот сам Александр Яковлев, который потом об этом признавался, что он вступил в ГКЧП, чтобы ее выничтожать изнутри. Были люди, которые вошли в ГКЧП, скажем прямо, люди никчемные, которые оказались явно не на высоте тех задач, которые, в общем-то, перед ними стояли. Игорь Пыхалов говорит о вырождении элит. По мнению эксперта, это вырождение началось даже не с Горбачева. Оно началось гораздо раньше, с того самого 20-го съезда в 1956 году. Во-первых, если уж глубоко, то фактически вот эти события в 1921 году, они были предрешены в 1956 году, когда Хрущев сделал это, чтобы переставился доклад о кольце личности. И фактически на 22-м съезде Хрущев заключил неформальное соглашение с тогдашней элитой о том, что она становится неприкосновенной в обмен на поддержку Хрущева. Как известно, тогда СКГБ было запрещено разработку против высших спортивных функционеров. И поэтому тогда были те же самые сигналы о том, что тот же Яковлев предатель, что это все игнорировалось. А после этого началась степенная деградация элиты. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».